И спрашивает, что такое мудрость? Он спросит, come again? Да, это хороший ответ, конечно. Вадим спросил мамы, бедные мамы. Хоть я пожалею, да? Хорошо, но на самом деле мудрость, мы привязываем мудрость к знаниям иногда, но это не только знания, это не просто знания. Мудрость, это все-таки, наверное, чуть больше, чем знания, да? Можно много знать и при этом не иметь мудрости. Так, давайте пойдем несколько слов, давайте скажем о... Так, не понял, это мы переключились не туда. Я прошу прощения, это так. Давайте мы поговорим о мудрости, книге мудрости. Мы уже говорили с вами, что следующий блок книг, это поэтические книги, и апсалтир, притча, эклезиаст и песни, песни. Интересно, вот есть в одной книге такое вот понятие, пророки говорят, от Бога к людям, а мудрость это движение от людей к Богу. То есть это мудрость, это попытка угодить Богу через свою жизнь. Как вы думаете, это нормальное определение, если вот так сказать? Почему? А если привести стих в начало мудрости, страх Господень? Это сюда подходит? Если ты хочешь угодить Богу, ты живешь так, чтобы уже правильно перед Богом. А? Можно заменить слово попытка, чем до более весны. Окей. Хорошо, замени. У тебя есть предложение? Пока что нет. Я понимаю, что после обеда трудно думать. Ну, Христос, это Божья сила и Божья приемность. Окей. То есть это уже не попытка. Угу. Ну, надо подобрать. Все убедить. Я почему говорю попытка? Потому что все равно мы своей праведностью угодить Богу не можем. Правда? То есть, я понимаю, что можно сказать, это желание, или это стремление угодить Богу, да? И опять же, не просто стремление угодить Богу через какие-то свои собственные дела праведности, или через какие-то свои собственные, ну, я не знаю, какие-то поступки, какую-то праведность или что-то такое. Но принимая Иисуса Христа, есть при мне желание жить для Бога, да? Скажем так. Так подойдет? Ну, спасибо. Хорошо. Давайте поговорим немножко об этом. Я хочу сказать еще, что мудрость Израиля – это не просто философия. Греки отличались тем, что они любили философию. Кстати, слово «философия» – греческое происхождение. Кто знает, как его можно расшифровать? Нет, любовь к мудрости. София – это мудрость по-гречески. Всех Софий поздравляю, если здесь есть Софии. А вот София – это мудрость. Филео – это глагол «любить». То есть философия – это любовь к мудрости. У греков очень четко было это обозначено, и среди греков была популярна любовь к мудрости. Вы знаете, в чем оно выражалось? Греки очень любили философствовать. У греков, кстати, был такой подход к жизни, что вообще греческое понимание жизни и познания, оно заключалось в том, что когда они хотели что-то узнать, они не наблюдали за этим. И вот их понимание, вот эпистемологически, или вот как вот обозначение термина «знание» по-гречески, это геноскоп, оно восходит к тому, что они смотрели за чем-то, наблюдали за чем-то, обнаружили какой-то образец, и на основании этого вводили теорию. Если этот предмет, если этот человек, если это действие так работает, значит это справедливо и к другим подобным вещам. То есть их попытка узнать что-то основывалась на том, что они издалека наблюдали за чем-то. У евреев все наоборот. Они не издалека наблюдают за чем-то для того, чтобы узнать, а они очень близко породняются с предметом их познания. Познать слово «яда» по-еврейски, это даже иметь интимное отношение. Ну, например, вы читаете в Библии такой текст. Познал Адам жену свою, и она родила сыр. Или там еще что-то вот такое. То есть, смотрите, познать познание по-еврейски, в еврейском смысле познание, это не просто издалека наблюдать за чем-то и просто теоретически выводить какую-то формулу. Познание в еврейском смысле – это слиться с объектом твоего познания. Познать Бога невозможно теоретически. Познать Бога невозможно, познавая Бога, оставаться атеистом. Понимаете, по-еврейски вот так. По-западному, по-нашему, на нас оказала влияние греческая философия. Люди могут что-то пытаться узнать о Боге, изучать богословие или еще что-то. Вы знаете, сколько богословов на самом деле атеистов? Люди изучают богословские какие-то концепции, при этом остаются неизмененными. По еврейскому пониманию это невозможно. Так вот, мудрость где-то относится к этому. Мудрость это не просто какие-то теоретические умствования. Мудрость это практическое применение знаний. То есть это практическое использование знаний, полученных о Боге. Когда мы говорим о книгах мудрости, есть универсальные вопросы. Один из них как угодить Богу, один из них как иметь успех в жизни. Но один из глубоких вопросов, которые задают книги мудрости, это почему праведник страдает. Это парадоксальная ситуация. Если мы говорим о книге притчи, давайте вначале поговорим о книге притчи. Книга притчи представляет собой такой вот, знаете, книга притчи представляет собой сборник изречений. Вот представьте себе ситуацию, вот когда изучаешь эту книгу притчи, как будто бы отец или мать учат своего сына или дочи. Говорят, сынок, послушай, для того, чтобы получить благословение от Бога, ты должен поступать вот так, вот так, вот так. Сынок или дочь, для того, чтобы быть успешным в жизни, ты должен совершать вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, например, они могут сказать, сынок, для того, чтобы иметь успех в жизни и иметь благосостояние, ты должен трудиться хорошо. Ты не должен быть лентяем. Вы читали тексты такие, книги притчи? Немного поспишь, немного подремлешь, и что дальше? И придет, как прохожий, бедность твоя. Вот так. Хорошо. Еще, может быть, какие-то тексты о Лени вспоминаете? Научись у него, будь мудрым. Посмотрите, я к чему-то все говорю, но у меня вопрос такой. То есть, с одной стороны, это попытка родителей научить, это попытка сказать, что если ты будешь работать, есть у тебя возможность реальная иметь успех в жизни. У меня вопрос к вам. Все ли люди, которые усердно работают, богатые и успешные люди, в смысле человеческого успеха в жизни? Есть некоторые люди, которые работают очень много, и они не имеют успеха в плане финансового успеха, да? То есть, финансово они бедны. Есть целые страны, которые, вполне возможно, основаны не на библейских принципах, и в которых, может быть, не работают библейские какие-то определения, но есть целые страны, где жизнь очень тяжела, и люди могут работать с утра до ночи и ничего не иметь. Слава Богу, что у вас и у меня есть возможность находиться в этой стране, где есть благодетствие, где даже люди, особо не работая, могут получать какие-то пособия, какую-то помощь, с голоду не дадут умереть. Правда? Везде ли там? Нет. Не везде. Далеко не везде есть места, где люди очень много работают и ничего не имеют. Скажите, в этом есть наша заслуга? В том, что мы находимся в этой стране и, ну вот, как бы все имеем? Да нет. Понимаете, это Божий, вот Бог почему-то вот так помог нам оказаться здесь, это не из-за того, что у нас какие-то особые заслуги есть. Есть некоторые наши братья и сестры по вере, которые живут в странах Азии и в странах Африки, которые, может быть, даже больше страдают за имя Иисуса, и, может быть, даже больше трудятся, но имеют гораздо меньше всяких финансовых и материальных благ. Конечно, с философской точки зрения, это еще кому легче. Может быть, им легче, потому что они не обремены всем этим суетным мирским, а нам, может быть, из-за того, что мы пытаемся как-то с этим всем управлять и управиться, может быть, нам как раз и труднее из-за того, потому что обременяет все это, все это нас. Но я к тому, что в книге притчей представлен один уровень мудрости, представлен простой уровень мудрости, но при этом нет гарантии. Книга притчей, эта мудрость не гарантирует, что если ты будешь хорошо работать или много работать, то ты станешь богаче Соломон. Такого вы не найдете. То есть есть общие правила, есть общие постулаты, но в жизни есть и исключения. И говоря об исключениях, давайте подойдем к следующей книге мудрости, которая говорит о Страдаме. Пока мы не ушли дальше, можно прочитать? Да. Экклесиаст, 3 глава, 15 стих. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде свое, то это дар Божий. И 5 глава, 18 стих. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть, пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Спасибо. Очень хорошо. Я не просто хотел поговорить о богатстве или как-то это, я просто это к примеру приводил, что книга притчи представляет собой вот такой вот один из элементов, один из пластов мудрости Израиля, другой пласт, это книга Иова. И основной вопрос книги это проблема страданий. Вы можете мне напомнить основную тему книги Иова или как бы какие события развиваются? Что происходит в книге Иова? Кто такой Иова? Иов. Иова это праведник. Что у него? Он богатый человек или бедный? Он очень богатый. Один из самых богатых людей на Востоке, да, так о нем сказано. Все есть. Когда я начинал говорить царизм о Алкаве. Когда я начинал говорить царизм о Алкаве. То есть это как бы у него не только богатство, у него уважение. То есть он действительно, ну вот человек, на которого очень многие хотят быть похожими. Это сегодня он бы писал книги и очень много роликов ютуба у него бы было, и у него бы все спрашивали совет, если бы Иов жил сегодня, да. Книга Иова, несколько слов об этом. Это очень высокий стиль языка. То есть это один из самых красивых текстов, если говорить о еврейском тексте Ветхого Завета. Один из самых красивых текстов Ветхого Завета. Там есть много очень уникальных слов, которые только там встречаются. Это действительно высокий язык. Это одна из самых древних книг, самый обширный словарный запас в Ветхом Завете. А кто ее является автором? Хороший вопрос. Иов. Не знаю. Иов и все. Мы можем сказать Иов, мы можем сказать не Иов, потому что это вполне возможно, что это было предание. Часть текста Ветхого Завета, например, особенно Пятикнижие, первая часть бытия, например, передавалась как устное предание. А в хронологическом порядке это до закона было, или не просто закон? История Иова, это время патриархов. Да, то есть это практически до закона. То есть фактически, но он... Но когда она была записана, другой вопрос. Это нельзя. Он не был из народа Божия, но тем самым был праведен. Скорее всего, это междуречи. Скорее всего, опять же, где находится Уц, это вопрос. Земля Уц. Это вопрос, скорее всего, междуречи. Посмотрите, давайте поговорим о содержании. Что происходит? Мы читаем о праведной, успешной жизни. Ну, это богатый человек, это человек, имеющий хорошую семью, это человек, живущий правильно, это человек, угождающий Богу. Казалось бы, все, ну, жизнь идеальная. Вот здесь вот помните, что происходит? Лишается всего. Лишается всего. Почему? Становится заложником своего рода, как бы вот... Заложником своего рода, как бы спора между... Бог спрашивает сатану, обратил внимание на раба моего Иова. Сатана по своей природе, клеветник и прочее, прочее. Он говорит, что... Да он... Почему? Почему он верует в тебя? Он только потому, что ты его благословляешь. Ты забери в него, посмотришь, благословит ли он тебя. Бог говорит, хорошо, только не трогай его, сыном. А потом коснулось и его. То есть его тело, его здоровье. Бог сказал, только души его не трогай. Вот посмотрите, большая часть книги – это беседы, это разговоры, это беседы друзей Иова, это, в общем-то, речи самого Иова. И вот в конце, вот через этот один из самых главных вопросов, один из самых главных таких вопросов этой книги – почему праведник страдает? И он говорит, я все делал правильно. И вот друзья говорят, да нет, что-то ты сделал неправильно, потому что если бы ты делал правильно, где же ты видел, что праведный страдал? Где же ты это видел? То есть посмотрите, друзья как будто бы оперируют на уровне книги притчи. То есть если ты делаешь это, если ты делаешь это, если ты делаешь это, то знаете, вот чек-марк определенный. Вот. Богу поклонился? Чек-марк. Не ленишься? Чек-марк. Там еще что-то сделать? Чек-марк. То есть все должно быть нормально. А у Ева страдания, а у Ева проблемы, а у Ева переживания. Книга Ева показывает нам очень интересный еще один пласт литературы мудрости Ветхого Завета. Почему праведник страдает? Этот вопрос, он задается, и где-то на него есть ответ, и где-то нет ответа. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть где-то ответ предложено, что бывают моменты, когда праведник страдает. Но нету выхода. Другими словами, нету какой-то ситуации такой, что ты мог бы сделать и избавить себя от страданий. Понимаете, о чем я говорю? То есть, другими словами, подобная ситуация, как голова Лива, возможна с любым человеком. Давайте проведем эксперимент. Кто еще сегодня не читал? Кто хочет прочитать из Библии? Один из псалмов, который вы очень хорошо знаете. Его, кстати, тоже называют одним из псалмов мудрости. А иногда называют его псалом Торой, то есть псалом Слова Божьего. А? Не 72-й? Нет. Там 72-й на своем месте. Я хочу сейчас другое показать. Первый псалом кто сможет прочитать? Кто-то может даже по памяти рассказать? Пожалуйста, кто-то может. только внимательно. Зов по памяти или из инвентарда? Как-то кто-то не выгнал. Давайте я расскажу. Почитал силу. Дядь. Могай муж, который не ходит на Советный Системь, и на Сибирь собрать и... Сейчас. Стоит от нас. Не ходит и сдаёт голоса. Могай муж, который не ходит на Советный Системь, и не стоит на пути грешных и не сидит собрание раздраклитов. Но зато не внос кладоболе его и а зато не его разрешает и приносит. И будет он как дерево посажено при потоке плод и... Которое приносит плод во время свое и риск, которого он гянет и на все, что он не делает, пусти. Не так нечестивый, но не как прах возлетаемый ветер. Потому он может стоять нечестивый на суде неправильный и решить собрание правильных. И познать для спорта правильных и человечествий. «Спасибо, Фавел. Спасибо. Я очень... Я впечатлен твоей смелостью. Спасибо. Молодец. Хорошо. А теперь я хочу попросить, кто сможет открыть книгу пророка Исаия 53-я глава. Прочитайте, пожалуйста, первых три стиха. Мне нужен кто-то, кто может четко, громко прочитать. Пожалуйста. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним как отпуск и как ростоки сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привыкал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавшись болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Посмотрите, давайте обратим внимание на первый Псалон. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на паке грешных, не сидит в собрании развратителей. В законе Господа воля Его, закон Его размышляет он день и ночь. Казалось бы, следующий стих это как будто бы благословение, обетование, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, да, то есть цветущее, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время, свое лист, которого не вянет во всем, что он делает, успеет. 53 глава Исаия. Кто поверил слышному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из какой земли? При потоках воды или из сухой земли? Из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презренный, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Казалось бы, должно быть вот так. Если мы применяем это к Иисусу Христу, мы знаем, что Иисус Христос не согрешил, в нем не было греха. Уж кто-кто, но он должен иметь все благословения, он должен иметь вот это качество, быть как, знаете, как дерево, посаженное при потоках воды. Исаия говорит о нем как росток.